Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как сделать, чтобы рассада была крепкая, здоровая, коренастая и с тоненькой, хилой, слабой, стала жирненькую, крепкую и поднялся иммунитет у растения. Именно здоровое растение легко потом приживается у нас в огороде, в теплице и дает хороший, стабильный урожай. Иммунитет у рассада закладывается еще только на стадии, когда она только появляется, растет. Поэтому в этот важный момент правильно нужно подкармливать рассаду, вносить питательные вещества, усилия делать на витамины, аминокислоты, макро-микроэлементы. И лучше всего, конечно, использовать органические, натуральные, проверенные временем удобрения. Именно сегодня об этом я вам расскажу в этом видео, чем подкормить нашу рассаду, чтобы она была жирненькая и здоровая, коренастая. Итак, давайте начнем. Нам понадобится 1 литр отстоянной воды. Лучше, конечно, взять теплую воду, потому что теплая вода лучше влияет на все процессы у растений. Итак, берем молоко. Лучше всего взять молоко от 1,5% до 4%. Уже смотрите, какое вы пьете. Но не 0, в 0% ничего полезного нет. Итак, в молоке содержится более 90 компонентов, 20 сбалансированных аминокислот, около 20 жирных кислот, 25 различных минеральных веществ, 12 видов витаминов, включая витамин А, витамин Д, витамин Е, К, В1, В2, В6, В12 и ниацин. Молока нам понадобится всего 1 столовая ложка на 1 литр воды. Итак, затем добавляем 1 чайную ложку меда. Мед это нектар цветущих растений, которые перерабатывают пчелу. В нем содержатся витамины А, В, С, кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь, марганец, селен. Среди аминокислот в меде доминирует пролин. Также содержатся ланин, аргинин, аспаргиновая кислота и другие полезные вещества, которые помогают растения поднять иммунитет, поможет питать все эти полезные вещества, потому что именно аминокислоты влияют на развитие растений, как они впитывают. Еще было замечено опытным путем, что аминокислоты помогают увеличивать корневую систему, а когда мощная, здоровая, крепкая коренастая рассада, у вас появляется толстый стволик. Именно толстый ствол получается за счет того, что идет мощная корневая система. Поэтому, когда вы хотите, чтобы ваша рассада жирнела, была толстой, крепкой и здоровой, мы упор всегда делаем на корневую систему. Если вы боитесь использовать химические препараты, такие на основе фосфора или кальция, то упор делаем уже на натуральные удобрения, в которых содержатся все эти питательные вещества, а именно фосфор, кальций, калий и аминокислоты. Запомните это правило. Итак, вторая подкормка тоже очень питательная, очень полезная и популярная. Берем кофе. Кофе должен быть лучше всего молотый, растворимый не используем, либо кофейные зерна перемалываем и затем завариваем. Понадобится 1 чайная ложка на 1 литр воды. Воду лучше взять где-то 40 градусов, 40-60, чтобы горяченькая была, но не кипяток при этом, чтобы настоялась. В кофе содержатся полезные вещества, такие как витамины В1, В6, ПП, кофеин, даурин, углеводы, минералы, калий, магний, железо, цин, кальций, фосфор. Также содержится более 20 полезных аминокислот, которые как раз и увеличивают все процессы с жизнедеятельностью растений, в том числе корневую систему. В кофе добавляем 1 чайную ложку сахара. Сахар выступает в роли как азот. Он не является азотом, но именно стимулирует рост активной рассады, она жиреет на сахаре. И добавляем аминокислоту. Я взяла таурин. Если таурина у вас нет, он же аналог доуфона. Если тауфона тоже нет, можно взять глицин. Я добавила 1 грамм таурина. Аминокислота таурин необходима рассаде, так как она поможет улучшить усвоение всех питательных веществ из подкормки и усилит обменные процессы в растении, что очень хорошо сказывается на качестве рассада. Она становится жирненькая, крепкая, здоровая, повышается иммунитет и очень растет мощная корневая система. Вот такую подкормку я довела до 1 литра воды. Тут у меня, когда разводила, добавила горяченькую воду, где-то пол-литра. Она стояла 15-20 минут, чтобы кофе хорошо растворила все питательные вещества. Добавила сахар, аминокислоту и довела подкормку до 1 литра. То есть это все в 1 литр. 1 чайная ложка кофе, 1 грамм таурина и 1 чайная ложка сахара. Поливать такими подкормками можно 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Смотрите уже по состоянию вашей рассады, смотря как она у вас растет. Здоровая, крепкая или вялая, совсем хилая и очень плохо растет. Также не забывайте о подсветке. Именно слабая рассада говорит вам о том, что вам не хватает не только питательных веществ, но и на самом деле солнца. Если вы заметили, что рассада ваша вытягивается, становится как тоненькие ниточки, даже не шнурки. Шнурки-то у нас толстые. А как нитки, то это говорит о том, что рассаде не хватает света. Пора бы ей приобрести лампу, чтобы она у вас красиво выглядела и дружно рассада росла. Это у нас томатики детерминатные, в росте 1,7 метра, ну типа бычье сердце. Также, чтобы рассада была крепкая, вот как на видео, конечно, это низкорослые сорта. В сибирской селекции, то обязательно нужно подкармливать, следить за рассадой, чтобы она не болела, не заболела черной ножкой. И сделать так, чтобы рассада не вытягивалась, а только, как говорится, росла в ширину, была крепкая и коренастая. Основные правила именно такие по рассаде. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, крепкой вам рассады, коренастой рассады. Чтобы листики на рассаде не желтели, были красивые, здоровые и крепкие. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok